Добрый вечер, дорогие зрители! Это программа «Школа Злословия» на канале НТВ, как всегда в ночи. И мы ее ведущие Татьяна Толстая и Авдетия Смирнова. А у нас в гостях Сергей Владимирович Мироненко. Здравствуйте. По-прежнему, как и всегда, глава Государственного архива России. Сергей Владимирович, первый вопрос, вот с тех пор, как мы не виделись. Вы, вот вся эта история с новым учебником истории, школьным. А вы же наверняка его читали, и знаете, потому что до нас все-таки какие-то ошметки и отзвуки доносятся, и какие-то они все ужасные. Что вы о нем думаете? Ну, вы знаете, во-первых, читать его нельзя. Так. Я бы посоветовал все-таки людям, которые прокламируют себя как патриоты России, прежде всего владеть русским языком. Ага. Вот. Надо писать грамотно по-русски. Читать его очень трудно, он написан таким корявым языком. Поэтому, честно говоря, я его весь не прочел. Но вы его вот держали в руках. Да, конечно, держал в руках, и основные положения, если я представляю, что Сталин, это один из самых успешных менеджеров в истории России. Таким языком языком. Что он противоречивая личность, что было хорошее, было плохое. А хорошее не перечислено? Ну, как, выиграл войну, значит. Да, конечно. Противоречивая, вот, например, репрессия, да, что меня поразило. Ну, конечно, ужасно. Авторы не могут сказать, что репрессии массовые, убийства людей, это хорошо, что до такой степени они не доходят. Но все-таки в этом они находят что-то хорошее. Что? Выдвинулось поколение новых руководителей, ну, например, Алексей Николаевич Косыгин, Войбаков, которые достойно представляли вирократическую элиту. Это вообще, я, честно говоря, не мог себе представить, что люди могут дойти до такого, если такой взгляд на массовые убийства людей, когда миллионы погибли в сталинских застенках. В принципе, конечно, он, наверное, был хороший менеджер, если сумел столько миллионов людей отправить на тот свет, и никто сидел, не пикнул. А тот, кто пикал, конечно, сразу же. Тот быстрее. Да, тот просто быстрее погибал. А вот как же произошло, что теперь этот учебник рекомендован? То есть он принят? Это вопрос не ко мне. Я не принимал участия ни в обсуждении, ни в рекомендации. А вас не позвали участвовать в обсуждении? Ну, почему меня должны были позвать, собственно говоря? То есть это какое-то келейное решение? Нет, ну почему? Есть специальный совет при Министерстве образования. Считается, что должны быть разные учебники. Может быть, это и так. Я вообще тоже за то, чтобы был не один учебник. Ну как, ведь по этому же будут детей учить, я так понимаю? Будем надеяться, что не будут. Или будут учить не только по этому учебнику. Мы не дойдем до такого единообразного преподавания истории. Если у нас тенденция к тому, что все было единое... Ну, все-таки нет такого. Ну, а как? Ну как? У нас одна партия, например. Остальные только украшают кружавчиками по обочине. Да. Что сказать? Вы правы. Про коммунистическую партию ничего хорошего сказать не хочется. Но, по крайней мере, они не сообщали, что другие партии имеют право существования. Единая она была неделимая и обязательная. То есть зло откровенно себя подавало. Все молчат. А здесь еще гадость в том, что нет, вам разрешается быть. Ну, то есть вы плевываемые, опозоренные, вам будут приписаны все возможные качества ужасные. И вообще, если вы не слились вместе со Светланой Хоркиной и... Алиной Кабаевой. Алиной Кабаевой? Что я приятная женщина, что вы... Да, но сливаться не обязательно в рамках думы. Да есть масса приятных женщин, но это же... И в других селениях тоже есть масса прекрасных женщин. Там, конечно, фотография, которая гуляет и еще долго будет. Зайчики, да. И вот, да, в доме зайчики. Видели в интернете? Ну, как-то. Беседа двух думских детей. Хоркина с Кабаевой что-то обсуждают. И Хоркина показывает. В думе. Там, в зале. Кабаева внемлет? Да. А Хоркина показывает. Очаровательные фотографии. Только вот там дума. Понимаете, это, наверное... Это парламент. Важно вот так вот делать в любом месте нашей страны. В министерствах. Скажите, Сергей Владимирович, а что вообще вот... Так сказать, все мы наблюдаем, что сейчас таким основным... Как-то вот краеугольным камнем, от которого, так сказать, все отплясывают, стали 90-е годы. То есть по отношению к 90-м годам себя обозначают те или иные общественные силы. Ведь 90-е были совсем недавно. Обычно ведь пропаганда, играющая с историей всегда практически, берет более далекие примеры. Это вот что сейчас? Ну, я думаю, что это легко объяснимо. Хотя я не совсем с вами согласен, да, в том, что все измеряется по 90-м годам. Дело в том, что 90-е годы были поворотным этапом в истории нашей страны. И я глубоко убежден, что именно поворотным, и что обратно это уже не повернуть, так, могут быть какие-то там определенные отступления или еще что-то. Но дорога выбрана. И дорога трудная. У России вообще всегда было довольно сложно с дорогами. Знаете, знаменитый такой анекдот. Какая главная беда у России? Дураки и дороги. А кто спасет Россию? Дурочки и дорожки. Ну, вот, понимаете, так вот шутят, но не только это. Вы понимаете, вот этот вот учебник, о котором вы говорили, он же отражает определенную тенденцию в нашем общественном сознании. 50% по опросам социологов считают, что Сталин более положительная фигура, чем отрицательная. Да, значит, примеривают не только к 90-м, но примеривают и к 30-м, и к 40-м, и к 50-м. Так что не все так однозначно. Ну, я понимаю, вы говорите о том, что сейчас вот стали 90-е годы, значит, символом, как бы, расхищения и развалов, противовес тому, что сейчас. Но еще в советские времена говорили, у нас система немного партийная, а много подъездная. Вот я могу вам сказать, что я перед Новым годом был в Кремле и видел в кабинете у одного очень видного чиновника. Например, висит портрет Бориса Николаевича Ельцина. И никто этого портрета не стыдится, и никто этого портрета не снимает. Всегда считалось, что история – это не то, что было вчера. В каком-то смысле это действительно вот вчера или даже там, я не знаю, 10 секунд назад. Да, то, о чем мы с вами говорили, все-таки это уже стало историей. Но серьезно надо, чтобы прошло 10-20 лет, чтобы можно было говорить. И уж, во всяком случае, не во времена того, когда человек находится на вершине власти, надо возносить ему учебников гиферам. Это самое простое, да, отметиться, вместо того, чтобы осознать действительно, что происходит. Так вот, как же так получилось, что сейчас абсолютно откровенным, не стесняющимся инструментом пропаганды стало совсем недавнее прошлое? Да, и оно толкуется абсолютно... Это вопрос не ко мне, это вопрос к теме. А с точки зрения историка, такое, как бы, это частая практика, или это вот... Нам такое сейчас приходится с изумлением наблюдать. Ну, почему? В советское время появился когда-то крафткий курс истории ВКПБ, который переписал всю историю, создал некую мифологему. Да, Сталин с Лениным руководителем Октябрьского переворота, там, да, предположим. Когда Сталин... Вот у нас была выставка недавно в архиве, и она называлась «Мифы революции». Вот один из мифов, да, Сталин, руководитель Октябрьского вооруженного восстания. В Государственном архиве есть коллекция художника Арцебушева, который был, знаете, такой вот репортер, он зарисовки делал политических деятелей. Догадайтесь, из двухсот больше, там, триста, четыреста рисунков нет одного человека. Вот нету его. Кого нету? Сталина. Сталина нету. Это объективный показатель, что его, во всяком случае, в руководстве, да, что-то не было замечено. Не было замечено, чтобы он участвовал, там, в каких-то заседаниях и всё. А постепенно, постепенно, вот, вырастает, да, причём, 34-й год, да, сколько прошло от революции, да, 17 лет? Вот, через 17 лет, совершенно другая история. Эту историю должны были учить все, задавливали, сдавали экзамены, сдавали зачёты. Потом вступили 50-е годы, стали бороться с догматизмом, как тогда говорили, да, боялись сказать, что это ложь, наглая ложь, да. Вот догматизм, будем бороться с догматизмом. Написали новый учебник истории КПСС. В каком-то смысле, просто более изощрённый, но тоже наполненный ложью. А вот, я не знаю, какой это был год, но брат рассказывал, старший, когда уходили на летние каникулы, то есть в учебниках было про шамеля кавказского, одно написано, вернулись осенью, учебники уже другие, и он уже, я забыл, в какую сторону менялись, с друга на врага, с врага на друга, но полностью противоположен. Да, абсолютно дискуссия была, да, 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 о роли мирюдизма в истории, там, Кавказа, о том, что Шамиль, он кто, лидер национально-освободительной борьбы народов Кавказа, или наоборот, да, так сказать, лидеров феодально-байских каких-то там, да. А есть ли на самом деле в истории повторяемость? Вот существует такой устойчивый миф, в том числе миф культурный, да, там, который, там, я не знаю, Томас Ман посвятил ему целый роман Иосифового братья, там, который, там, в пословице это выражает, что история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Да, но это всё многократно-многократно-многократно упоминалось. Это тоже мифологема? Если да, то откуда она взялась? Или на самом деле есть некая цикличность? Смотрите, можно посмотреть на это с другой стороны. Есть история великой страны, да, это Россия. Перед страной стоят какие-то осознаваемые и властью, и обществом проблемы. С начала 19 века такие проблемы были две. Как организовать государственную власть? Ну, потому что самодержавие, люди просвещенные, да, выросшие на идеях французского просвещения, да, на энциклопедистах и всё, понимали, что оно невозможно, чтобы неограниченное самодержавие было. И император тоже думал, воспитанный на тех же самых идеях Александр Первый, тоже думал, что надо что-то сделать. И общество, тайное общество декабристов, да, кто-то защищал самодержавие, кто-то говорил, что это единственная возможная там вещь. Ну, в общем, как организовать государственную власть? И что делать с экономикой? Крепостное право, да, Адам Смит написал свой замечательный труд, где убедительно доказал, что подневольный труд не выгоден, что вольный труд много выгоднее. И говоря уже о том, что стыдно владеть людьми, да, нельзя. И вот на протяжении там двухсот лет, если хотите, Россия так или иначе сталкивается с этими же проблемами. Да? Вот 61-й год, отмена крепостного права, да. Вроде бы отменили крепостное право, вроде бы, значит, всё. Но отменили так, что через 60 лет возникли сталинские колхозы, перед которыми крепостное право, это были просто цветочки. Да, когда всю стану посадили на месячину на эти трудодни. Если вы читали учебники там по истории 19 века, высшее проявление крепостного права, это если помещик, значит, давал крестьянину месячину, то есть месячное содержание. Вот это высшее проявление крепостного произвола, когда вся страна так села, да. И опять возникает вопрос, ну почему? Почему реформа 61-го года оказалась столь неудачной? Почему через 50 лет нужно было проводить там реформу Косыгинскую, хозрасчёт, значит, чуть-чуть материального стимула, да? А почему мы сейчас говорим, какая должна быть форма управления? Что у нас, президентская республика или просто республика? И вот, казалось бы... Или монархи. И что это вообще значит? Какое содержание? Что такое вертикаль власти, да? И... А чёрт всё знает, Сергей Владимирович, что это такое? Да никто не знает. А что такое суверенная демократия? Если приходится объяснять, то, слушайте, я нашла такую цитатку, я вам потом покажу. Как раз у нас, Ломан, предфашизм, там такое описание о суверенной демократии. Я хочу вам сказать, что... Владислав Юрьевич, отдохнёт. Моя точка зрения, что есть какие-то проблемы, которые не могут быть решены на протяжении там 100, 200 даже лет. То есть кажется, что найдено решение этой проблемы. А вот что-то не пускает. Это... Это вот... Скажем так. Почему из... Почему из всех европейских стран это особенно... Вот это вот зависание, особенно свойственно России. От того, что она не совсем европейская страна, или от того, что она какая-то вот... В ней есть какие-то неназванные, неназванные классической, скажем, наукой проблемы, которые в Европе назвал, и вот оно. Вот так вот назвал. Да, вот оно я вижу. А здесь всё время... Куда несёшься ты? Что делать? Кто виноват? Птицы. Есть такое? Или это писатели придумали? Нет, потом вы говорите, что 19 век, да? В 19 веке две проблемы. Это что делать с государственной властью, что делать с экономикой. А в 16-м, что не те же две проблемы? И разве у нас... А в 17-м... А в 17-м... А в 17-м... Нет, не больше. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не. Понимаете, то, что произошло в начале 19 века, это осознанное стремление реформировать. Да? Не... Хорошо, а Розный не пытался реформировать? Розный что, пытался реформировать? Нет. Хорошо-то, та же самая... Избранную Раду? Нет. Хорошо, та же самая... Боярд накал... Та же самая опричнена... Ну, реформа как просто смена структуры. Это же только попытка найти новую модель управления. Значит, можем уйти так далеко в истории, но я уже говорил, что я считаю, что одна из самых выдающихся работ последних двух десятилетий, это книга Леонида Васильевича Милова, который, к сожалению, в конце прошлого года ушел из жизни, это «Великорусский пахарь». Читайте исследование Милова, крупнейшего специалиста по истории русского крестьянства, человека, ну, не самых демократических убеждений, да, но честного историка, который всю жизнь занимался историей крестьянства. И написал книгу «История великорусского пахаря» с девятого по девятнадцатый век. Так. И когда я первый раз прочел эту книгу, я был просто потрясен. Потому что человек беспристрастно рассказал историю, историю... Россия была по преимуществу крестьянской страной, да, историю крестьянской страны с дико нищей экономикой. Вы понимаете, да, когда урожай сам два, то есть посадил одно зерно, а два получил, это уже был праздник. Низкое рутинное состояние техники, очень агрономические знания, которые стали развиваться только во второй половине девятнадцатого века. А при этом государство. Надо прорубить окно в Европу. Вот кто-нибудь, например, посчитал, сколько стоило Петру Первому, да, и российскому крестьянину прорубить окно в Европу. Да? Надо армию содержать. Надо флот, надо ее одеть, ее надо вооружить, да. Откуда брать деньги? Где деньги? Ну, Екатерина стала брать впервые займы у французских банкиров. Петр не мог этого делать только диким, диким угнетением и ограблением своей собственной страны, своего собственного крестьянина. И так было не десять лет, не двадцать, а было сто, двести, триста, четыреста лет. То есть, кредит, простите, что я проявляю. То есть, получается, что русская власть брала кредит не у французского банкира, а внутренний заем у крестьянина и так и не вернула. Вот про это речь, да? А вот, вы понимаете, это был метод. Метод. И другое дело, сколько наша страна заплатила за это. За то, что погодные условия, скажем, позволяют вести сельское хозяйство. Страна, повторяю, веками была сельское хозяйство. Только пять месяцев в году. У Леонида Васильевича есть очень интересная глава, где он анализирует русские пословицы и поговорки. Русские медленно запрягают, но быстро ездят. Ну, потому что пять месяцев в году нужно быстро, интенсивно работать, а семь месяцев... Можно запрягать. Ну, он лежит на печи, ну, что делать? Ну, так сказать, вот так вот, да? Нет такого другого народа, который бы так к работе относился. Работа не волк, в лес не убежит, работу дурака любит. Вы говорите, что да, вот веками была вот эта проблема, потом возникла, вот в начале 19 века были осознаны и произнесены, названы те две главные проблемы, которые до сих пор остаются актуальными для России. От этого возникает ощущение повторяемости истории. Но ведь миф о повторяемости истории существует не только у русских. Это вообще такой общечеловеческий миф? Так, а чего? Вольно заблуждаться. А мама вы срадите, и все, но... Я про это спрашиваю. С вашей точки зрения историка это заблуждение? С моей точки зрения это неправильный подход. Это не повторение. История не повторяется, нет. Есть какая-то проблема, и пока эта проблема не разрешится так или иначе, будет происходить более-менее сходные события. Да? Реформы, контрреформы, опять реформы, революции, опять реформы. Вы говорите, что эта проблема не решается, но, может быть, эта проблема и есть внутренний механизм существования данного устройства, этноса, общества. В России надо жить долго, чтобы понять, право вы или нет. Итак, вот смотрите. Значит, с начала 19 века... Ну, Борис Ефимов живет долго, но он ничего не... Ну, это спорно. Мне это сам говорит. Значит, имеет право. Он очень милый, старший. Имеет право. Значит, в начале 19 века, значит, ну как, грубо говоря, поняли, что Россия должна жить по-демократическим, условно очень, да, принципам. Да? Народ – источник закона. Народовласти – основа благосостояния страны. Да? Вот до сих пор мы имеем это или нет? Нет. 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 Вот поэтому... У нас не как у взрослых. Ну... У нас кукольная, понимаете, кукольная посуда за кукольным столиком. И у нас, когда дверь... И в качестве нерваной пакетики. Я исторический оптимист. Я исторический оптимист. Я уверен, что история все равно найдет выход. Из чего? И куда? В чем он будет заключаться? В этом... Ах! Значит, я верю, что... Я очень хочу вместе с Родиной выйти из этой истории. Это не идеальное устройство общества. Не идеальное. Но лучше человечество пока не придумано. В этом вся беда. Вот и все. Почему беда? А почему у нас... Может быть, в этом счастье. Откуда вы знаете? Почему беда? Потому что я совершенно согласна с этой мыслью. И это единственное, чем можно утешать себя долгими зимними вечерами, когда от демократии в другого, в другом, в другом, в другом. Вот. Ну, как вспомнишь, и все остальное хуже. Так и легче вздохнет. Потому что демократия подползает не с той стороны, где ее ждут. Это какими же эти долгими зимними вечерами вам сейчас становятся вот так от демократии? Объясняю. Я как-то полит гражданин мира. Поэтому я не обязательно говорю про эту страну. А я говорю про другие. Например, в европейской культуре сейчас кошмарная ситуация. Там демократия. И поэтому там вот грязный с этими дредами и потлатой, как в днем вот так будет, он будет наравне уважаться общественным мнением, которое уже достаточно индуктренировано, наравне с какими-нибудь профессорами из почтенной семьи и хорошо знающими свой материал, будь то там философия или история. Это катастрофа, которая европейскими интеллектуалами, настоящими, обсуждается. Люди равны. Или там, ну, я не буду говорить, кто, откуда понаехал, и он, например, ну, ранее тому, который никогда туда не уезжал. Вот такая я понимаю. Можно я толкну другую плоскость. Вот понимаете, вот эта вот идея, что люди равны, да? У людей должны быть равные возможности. А люди не равны. И господствующее сейчас вещанское убеждение, что каждый имеет право на свое собственное мнение. Вот я ничего в жизни не читал, но у меня есть мнение. Да, я вас люблю, Сергей Владимирович. Правда ведь? Очень многие не имеют права на собственное мнение. Правда ведь? И боятся на мутичку зрения. Ты сначала, 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 пожалуй, прочти хотя бы несколько книг. Да, да. Да, заставь вот это серое вещество хоть как-то работать. И потом уже выражай свое мнение. Да, когда мы с детьми жили в Америке, и они там в школу пошли, там оказалась вот эта вот демократия и политкорректность. И вот их спрашиваю, значит, там, ну, им лета 13-14, когда Коломб открыл Америку, тогда как раз был юбилей. Ну, они ду-ду-ду-ду, нет, подожди, вот ты скажи там Сьюзену. Сьюзену говорит, лепит что-то, не знаю, 1602-му, к примеру. И у нас же, ну, не права, значит, там, 1492-му. И говорит, а Сьюзен имеет право на собственное мнение, сказал учительница, посадив ему. Все, после этого они перестали учиться. Вот это вот недостатки. Вот эта демократия там, где ее не просили. Но, ну, если, понимаете, демократия сменится каким-нибудь тоталитарным, в темяшином, что человек был создан 5685 лет назад из глины, понимаете, а динозавров и других всех не было, хотя динозавров произошли все птицы, включая кур петельнских. Очень много. Да не может, а точно. Это уже вот все... Нет, нет, не мое, это не мое, это научное мнение. Все яйца кладущие произошли от динозавров. Вот так вышло. Вот. И... Обидно, конечно. И, без слов уважения Господу нашему, он динозавром вообще не занимался. Они были, были они. Jurassic Park. Были. Их не создал Господь ни в первый день, ни в второй, ни в третий, ни в пятый. Даже когда отдыхал, не создал динозавров. Они были. Откуда они были? Откуда? Откуда они были? Это все-таки не всегда. Ну, никогда, это же были. Вот где ответ на этот вопрос? Ничего, нам нанотехнологии дадут ответ на все. Сергей Владимирович, тут еще, понимаете, возникает вопрос. Вы говорите, что вы исторический оптимист. А я вот еще никак не могу понять, позитивист вы или нет. Потому что мы-то, безусловно, нет. Ну, мы дикие женщины, мы совсем не ученые. Поэтому нам кажется, например, что взять, например, вот если нас всех, Россию, взять и переселить в Италию, а итальянцев поселить сюда, в этот климат, то они-то, может быть, и разведут тут Италию, несмотря на климат. Но то, что мы там развалим им Италию и устроим там... Вот это, что тут у нас... Это даже показано... Мы не сомневаемся. Это показано уже на разных экспериментах. Вот что, вот захватим там, скажем, какой-нибудь Таджикистан, там Россия. Захватим Сибирь, там Россия. Там Ермак, там Россия. В Владивосток, там Россия. Посмотрите, вот там берег, где Владивосток, как там засрано. И посмотрите, там где Сан-Франциско. Цветет и благоухает. А нет бетонных заборов, так спускаешься к морю. И военная часть там не стоит. Это глубоко ненаучный подход, но в то же время нам он, кажется, достаточно здравый. Или у нас, например... Какой смысл в этом? А что происходит? А что происходит, то, чего не может быть никогда. Извините, Сергей Владимирович, вы, когда мы вообще подошли к этому вопросу, вы недаром вспомнили и велели нам читать Милова, да? Потому что, как бы, объяснили вот это все так по-научному ясно и вроде как, получается, что объективно, что вот поскольку вот так вот здесь сложилось исторически, что вот так власть взаимодействовала со своим народом, то вот мы имеем то, что мы имеем. Я же вам говорю, что она мне по сердцу, и она для меня объяснила некоторые вопросы, на которые я, например, не мог найти. Вот почему... Ну, прикладной вопрос. Во всех проектах освобождения крестьян от декабристов до 61-го года две десятины. На душу, да? Две десятины. Я много занимался политической историей, пока не прочел, честно скажу. Книжку Милова не мог понять, почему две десятины. Да потому что это мог обработать крестьянин сам две десятины. Для того, чтобы вспахать одну десятину, нужно было пройти несколько десятков километров, потому что одна вспашка ничего не давала. Потому что была такая саха, которая вот этот вот грунт не брала, да? Это безумно тяжелый, да, крестьянский труд. Безумно тяжелый. Это сейчас трактора ездят, а вы подумайте, как вот крестьянный сок за этой сахой, вот первый раз, да, вроде бы по-ровному идет, да, так, а второй-то раз уже по один раз вспаханному. А вспахать надо было четыре минимум раза, а потом надо было барань, да, баранить там еще. Вот прикладное значение исследований, да. Две десятины. И когда говорят, что там, так сказать, отрезки у крестьян, все, да, крестьянин сам при уровне развития орудий сельскохозяйственных мог обработать две десятины. Хорошо. А надо было еще их одобрить, надо было вывезти навоз. Замечательно. Почему? А почему тогда тот же самый крестьянин, когда, значит, совершенно вот справедливо, только во второй половине девятнадцатого века, землевладелец стал внедрять более прогрессивные технологии обработки земли, почему тот же самый крестьянин, в помощь которому землевладелец покупал эти машины, английские, там, так далее, ломал их и ломал сознательно. Ну, я думаю, что я таких примеров не знаю, и чтобы владелец покупал там машины, все было немножко не так, все было немножко не так. Ну, помещики об этом свидетельствуют, это Лев Толстой? Где это Лев Толстой об этом свидетельствует? Это, знаете, Лев Толстой закупает английский селку, вилку, там, и так далее. Понимаете, это не свое, не свое. А если не свое, не свое, то, ну, мы знаем, а когда свое-то, попробуй, будет велеть еще больше. Вы понимаете, англичанин мудрец, чтобы работе помочь, что-то изобрезает машину. А наш русский мужик, коль работает не в мочи, казалось бы, возьми английскую вилку, выводит. А нет, нет. Так затянет родную дубину. А там еще что? Он ее возьмет, он размахнется, и он в шандарах разобьет голову сначала. Да, вот, пожалуйста. Вот, и полетел. А англичанин, почему он так не делает, англичанин? Что останавливает его, чтобы запекать? Почему англичанин это не делает? Знаменитые лудиты, которые ломали машины. Ну, тем они, извините, только одни такие были. Ну, так, ну, все равно... А потому что они отнимали эти машины, потому что там конкурентов они уничтожали. Они ломали, потому что эти машины... Потому что они теряли рабочие места. Они теряли работу. Так, как Левонский ткачей. Пожалуйста, восстань Левонский ткачей. Ну, мы, так сказать, видим, ну... Ну, у нас-то не... Вы берете, понимаете, вот мне кажется, что у вас есть такой методологический изъян. Вы берете разные эпохи, разные страны, разные события, вы дергиваете это из контекста, и пытаетесь вот это вот представить как какие-то примеры. Пожалуйста, историческое свидетельство, понимаете, не художественная литература, не Анна Каренина. Да, Владимир Васильевич Курко, да, помощник министра престолыбня, автор аграрной реформы, вспоминает революцию 905-го года и описывает, как при разграблении имения в 905-м году мир, то есть крестьяне этого имения решают, так сказать, поделить то помещичье имущество, которое растаскивается из дома. И есть рояль, который поделить нельзя, и назначение которого крестьянам известно, потому что они видели, что делают с этим роялем. И они распиливают его, и выламывают клавиши, и струны, и делят на всю деревню. Зачем? Тебе белая клавиша, и тебе, Семен Белая. Зачем? У меня спрашивали? Да. Я не разбирал этот рояль, я не знаю, зачем они это делали. Хорошо, но мы... И боюсь, что мы никогда не узнаем, зачем. Хорошо, но так всегда, вот о чем речь. Я могу вам сказать, если вы хотите, огромную роль в складывании русского характера, русского государства сыграла община. Да. Община с общинным переделом земли. С одной стороны, община позволяла выжить человеку в этих трудных условиях. Почему? Потому что платил налоги не отдельный человек, а платила община. Община была каким образом, как угодно, финансовым сборщиком или еще кто-то. Но одновременно она нивелировала всех. Потому что существовали общинные переделы. Переделы земли. Вот принцип справедливости. Ведь не найдешь в деревне одинаково плодородной земли. Вот делили на количество, значит, дееспособных мужчин, да, и тянули вот тебе этот кусок, этот кусок. Как часто были переделы? Каждый год, через два года, через три, через четыре, в конце, где-то 19, начале 20 века, уже были и побольше там периоды. Но крестьянин знал, что вот этот кусок земли не его. И будет он вносить удобрения, совершенствовать агроприемы, да? Когда он знает, что вот он поработает на этом куске земли, а через два года, через три он получит другой. То есть единая община была одновременно и справедливой общиной? Казенная, многие не казенные. Это не казенная. Понимаете, что за парадигма? При этом, при этом, если ты был лентяй, пьяницей, община тебя все равно так или иначе поддерживала. Больше того. Помещик обязан был содержать, например, такие магазины, то есть склады с запасами зерна, чтобы в неурожайный год, да, крестьянин не умер там с голоду. Ну, система, понимаете, система, складывающаяся веками. И вот роль русской общины в формировании характера, да, вот почему поделить? Я не могу вам объяснить, почему, значит, распилили этот рояль, но явно идиотизм, да? Но идея равенства, вот она существовала. Это, если хотите, рудимент прошлого. Герсон, например, да, Александр Иванович, неглупый человек, на основании существования общины придумал русский социализм и видел в общине зачатки, да, равного, справедливого мироустройства. Боюсь, что он ошибся. Скажите, Сергей Владимирович, а какой вот из периодов русской истории, который мы уже можем полноценно назвать русской историей, наименее изучен? Зря вы меня спрашиваете, потому что я-то считаю, что историческая наука должна исходить из того, что всё плохо изучено. Вот взялись мы за выставку вот этой вот мифореволюции. Ведь за что ни возьмись, либо мы не то, либо было не так, а чаще всего совсем не так, как это описывалось в истории. И здесь есть огромный искус. Ну, например, в своё время миллионными, десятимиллионными тиражами издавалась книга Суворова-Ледокол. Да. И популярность этой книги подогревалась тем, что автор спекулятивно говорил, мы вам врали, врали всё время. Вот я вам открою. Не Гитлер напал на Советский Союз, а это был превентивный удар. Сталин хотел поработить Гитлера. И начинают говорить там, а вы смотрите, почему у нас были лёгкие танки? Да потому что мы по шоссейным дорогам хотели, в Западную Европу. Почему не строили тяжёлые танки? Ну, что-то там с полушубками, значит, не закупили там на 41-й год, значит, полушубки. Почему? Потому что хотели воевать в тёплых странах там, да? Ну, и вот всегда я как-то с какой-то такой дрожью говорю, что что-то плохо изучено, понимаете? Потому что это даёт почву шарлатанам, подобному, значит, Суворову, да, вот морочить честным людям головы. Угу. То есть правдоподобие очень страшная вещь. Ужасно, ужасно, знаете, вот когда что-то надёргают. Вот, и причём ведь есть определённые основания, ну, например, там, значит, герб Советского Союза, да? Кто-нибудь помнит герб Советского Союза? Это земной шар, который, на котором наложены серп и молот, и колосья вокруг. Это из-за чего? Что мировая революция победит. Серп и молот всегда будут, вот этот земной шар будет единый коммунный жизнь, да? А отсюда делается вывод, что значит, ну, конечно, значит, готовились к войне, готовились к наступательной войне, и всё такое. Всё переворачивается с ног на голову. Два дня назад в библиотеке, в фонде «Русское зарубежье», основанного фонда Солженицына, было такое собрание, посвящённое столетию Ефросине Антоновне Кирсновской. Угу. Поразительной женщины. А вы забыли? Вы, конечно, опубликовались в конце 80-х годов. Она написала воспоминания, которые вот сейчас издал Валерий Иванович Пасат и Андрей Константинович Сорокин, которые называются «Сколько стоит жизнь?». Сколько стоит жизнь? Кирсновская была удивительный человек. Просто удивительный. И когда вот был вечер, и люди вспоминали о ней, я сразу вспомнил известное произведение «Не стоит село бесправедник». Вот она не могла органически соврать. Угу. И она отстаивала себя как личность. Везде. Она, например, ударилась стулом следователя. Угу. Когда она была уже на поселении, и она решила, что она не может больше здесь жить, она ушла, она там какое-то время скиталась, ее арестовали. Ей следователь говорит, слушайте, вы что говорите? Перестаньте, вы же себе срок наматываете. Она говорила правду в глаза. Угу. Я был убежден. Пока мы помним этих людей, пока эти люди и их произведения, причем, вы правильно сказали, она удивительно талантный человек. Это примитивные рисунки, которые она рисовала, ничего сильнее, вот в описании ее, там, Одиссеи, да, она была... Она в медпункте, по-моему, работала. Она работала не в медпункте, она была на общих работах, на лесоповале, потом она была в, как это называется, патологоанатомическом отделении, и все. Вот пока такие люди есть, пока память о них существует, они дают нам надежду, что и государство не устоит без праведника. Государство не устоит без правды. Без правды об истории, без правды о жизни каждого из нас. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, это было, в общем, очень трудно. Я все, что мог, честно вам скажу, сказал, ничего не утаил. И приятно, конечно, что есть умные, ироничные, немного злые собеседницы, которые помогают острее самому себе ответить на вопросы, которые тебя тоже мучают. Спасибо. 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 Спасибо.